Всем привет! Вы на канале Osplay. Ребят, не забываем оформить подписочку и поставить лайк данному ролику. А мы начинаем. Сегодня наконец-то вышла у нас долгожданная игра Warzone 2. И в связи с этим событием у нас еще появился новый режим DMZ. Плюс еще появился боевый пропуск. Но что нас интересует в этом боевом пропуске, это получение новых оружий. А именно штурмовую винтовку М13. Как быстрее всего ее получить? Дело в том, что она не получается, если вы просто прокачите боевой пропуск. Она получается иным способом. А именно надо сыграть в режим DMZ и ее оттуда забрать. И не просто забрать, а улететь на вертолете, эвакуироваться нормально. Иначе это не засчитается. Да как это всего сделать? Лучше, конечно, если у вас есть друзья. То есть вы будете сообщать, так сказать, команда. У нас будет состоять из трех игроков. И лучше, чтобы были бы это ваши друзья. Кстати, в связи с этим событием, пишите в комментариях, кто хочет со мной поиграть. Я буду добавлять ваши ники. В PlayStation будем вместе рубиться. Так что вот. Первостепенно, что вам нужно сделать, это найти хороших, так сказать, напарников. Но если все-таки такой возможности нет, то стараться тогда с рандомом играть. Но с рандомом не всегда может получиться. Потому что, сами понимаете, игроки могут, каждый преследует свою цель. То есть кто-то может, что-то нужно ему другое в этом режиме. Кто-то побежит вообще, что-то фигней заниматься. В общем, такое тоже бывает. Ну, не стоит отчаиваться. Надо искать, искать. То есть, когда-нибудь вы наткнетесь на команду, которая будет, так сказать, преследовать одни и те же цели. В общем, когда появляетесь вы на карте, что нужно? Вам нужно найти значок с радиацией. В эту область вам нужно, так сказать, до нее добраться. Но проникнуть туда тоже не так уж просто. Сразу говорю, надо изначально искать маску от защиты с радиацией. Ну, как обычно, которая в варзоне, когда круг сужается, вот эту же маску мы ищем. Либо она попадается нам по пути, где в каких-то домах, да, можно ее встретить. Либо есть там что-то вроде блокпост находится. Если его защищать, и там больше процентов выпадения этой маски может быть. Когда у вас есть маска, то дело остается замалым. То есть, добираясь до этой зоны, и где-то, грубо говоря, в середине зоны у нас будет босс. Такой босс, его зовут Химик. Кстати, если зайти в колду, Mother of Fire, то на штурмовой винтовке М13 там, кстати, не написано. Чтобы ее открыть, надо вам убить Химика. Так вот, ищите этого Химика, и его, собственно, вы убиваете, и все. Ну, конечно, он очень толстокожий, у него еще много брони. Старайтесь сообщать, действовать. И плюс к тому же вам будет мешать, мало то, что боты бронированные, но это не самое страшное. Самое страшное, что там же будут, это те же игроки, которые охотятся за этим оружием. Это более уже сильные, опытные игроки, на которых вы можете наткнуться. Ну, не отчаивайтесь, то есть вы его, допустим, вы его все победили, забрали оружие, теперь главное с этим оружием вам уйти с этой зоны. Как уходить? Есть у вас на карте изображение человек, бегущий в дверь. В этот район, когда вы подбираетесь, надо вызвать вертолет, и через, грубо говоря, через 30 секунд там прилетает вертолет, в него надо сесть, и все, и из зоны эвакуироваться. Тогда вам счет засчитает, что и винтовка будет открыта. Но проблема иногда бывает другого характера, что противники подтягиваются, и также и подтягиваются игроки, которые любят, когда за них все делают работу, и проще, конечно, захватить, уничтожить людей, у которых уже есть ценный лут, да, перед тем, как они улетят, чем куда-то лазить, что-то там пыркаться, так что учтите это. В общем, тут ничего сложного нет, пытайтесь. Такая вот схема получения данной штурмовой винтовки. Как вы знаете, штурмовая винтовка М13 довольно-таки очень хорошая по характеристикам, и с отдачей у нее, у нее не сильная отдача, то есть с ней может справиться каждая. Но я думаю, это всем известно еще по первой Warzone, то есть она фаворитная была штурмовой винтовкой у многих. Спасибо всем, кто смотрел, не забываем про подписку, и всем пока!